Доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. Мы продолжаем говорить об истории, истории Советско-Германской войны. У нас подалась 16-я серия огромного цикла под общим названием «Второй фронт». Мы обсуждаем советское военное планирование. Мы находимся уже в конце мая 1941 года. И сейчас-таки я вам расскажу то, чего никто не знал, не видел и не слышал, о том, что была еще одна стратегическая командно-штабная игра в конце мая 1941 года. На которой разыгрывался такой вариант начала Советско-Германской войны, о котором, да, еще раз повторяю, никто ранее не знал, не видел и не слышал. Вот она первая перед вами. Верхний правый угол. Карандаш, это не я, боже упаси, я не пачкаю документы. Авиационная первая. Очень скромный гриф, совершенно секретно, экземпляр номер один. Когда-то ее сдали, 27-го, 3-го. Вам плохо видно, я вижу, 48-го года ее сдали в архив генштаба. Далее, разумеется, есть авиационная вторая. Видите, там выглядывает о гридочек слова секретно. То есть, две большущие карты, описывающие некую авиационную игру. Ну, то, что игра мы сейчас увидим. Но там была же еще и третья карта. А на третьей карте все по-взрослому. Вот там все по-взрослому. Ну, хотите, верьте, хотите, нет. Но я вам прочитаю, что здесь написано. Сов-секретно, особо-важно, экземпляр единственный. Далее я ее для себя назвал. И вам будут называть первая авиационная, вторая авиационная и общевойсковая. Первая авиационная выглядит вот так. Карта, которую составитель назвал авиационная первая, выглядит вот так. Ну, для тех, кто в теме, все совершенно понятно. Для остальных приблизим. Точечки, 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 точечки. Помните, вот такая вот, как сыпь на ребенке больном корью. Это аэродромы. А вот такие вот овально-эллиптические, зеообразные пятнышки. Это так обозначается расположение авиационных частей и авиационных соединений. Допустим, авиаполк в составе авиаполка, пятую эскадрилью, каждый свой аэродром. Вот пять точечек и общий овальчик. Где-то там на одном из аэродромов командование штаба или дивизия или какое-то другого соединения. То есть, это обозначено. Дислокация авиационных частей соединений для тех и других, для западных, для восточных. А для немцев, для Красной армии обозначены аэродромы. А если вы проделаете то же самое, что проделал я, и пальчиком пересчитаете, сколько синих пятнышек, то есть, обозначенных немецких авиадивизий сверху донизу, то вы видите, что их там 23. А в задарном самом ведомости, которое печатало товарища Ванова, их было 22. Но это не дали нас удивлять, потому что там еще есть в самом низу румынский, в районе Бухареста еще румынское какое-то авиасоединение, авиадивизия. Или как ее назвали, то есть, все совпадает. С очень большой долей вероятности, это и есть те самые карты, те самые карты к авиационной игре. Вот так выглядит карта под названием «Авиационная первая». Так выглядит карта под названием «Авиационная вторая». Здесь, как видите, немцы исчезли. Вообще сама выполнена на другой карте, на другой подложке. Схемы разверта немецких авиачастей нет, но зато есть направление полета в советских авиачастей, если вы внимательно посмотрите, с желтыми они там такими есть, это я подрисовал. Вот эти тонкие желтые линии, это подрисовал в электронном варианте я, их не было на документе. Но если посмотреть, они там есть только такими желтыми, малоразличимыми. Ну, все понятно, летит советская авиация, бомбит Берлин, как положено к Берлину, подходят со стороны Балтики, потому что над водой нет ни зениток, ни постов воздушного наблюдения, по крайней мере, на тот момент. Ну, все перед вами, все видно. Берлин, Бамбин, Познань, Брест, Лаук, Атовица и так далее. Не это интересно. Интересно другое. Это то, что я белым, это я нарисовал, белым, я вам обвел, чтобы было просто более заметно, они там есть, но плохо видны. Линию государственной границы. Ну, или линию разграничения государственных интересов Советского Союза и Германии на территории бывшего польского государства. Ну, тогда это называлось словом «граница». И что мы видим? И мы видим, что в то время, когда в воздухе там как-то воюют, а на земле немцы вторглись на территорию Советского Союза и очень даже основательно углубились. Посмотрите, как они углубились. Они до Вильнюса дошли, это более 100 километров от границы. То есть они очень основательно углубились. А что у нас на юге? На юге у нас вообще что-то что. Тут у нас еще, наверное, румыны, поддержанные немцами, еще оттяпали здоровенный кусок советской буковины и вышли на Днестр, на реку Днестр. А что происходит на севере, вы не видите, потому что как-то не поместилось в экран. Ну, я вам сделаю еще одну фотографию. Так на севере даже фиины, фиины нарушили рубежи Советского Союза. Беленькая эта граница, которую я подрисовал, и вот двумя желтенькими овалами, которые я подрисовал, а там мы видим линию, ну, там не может быть сплошного фронта, это Карелия, это леса и болота. А на севере, это уже Заполярье, это Алла-Курти. Основательно так-то продвинулись. И на Ладожско-Онежском перешеке тоже очень даже основательно улыбились. То есть нас бьют, нас бьют везде. От севера до юга. Финны, немцы, румыны напали на Советский Союз, строились на советскую территорию. Так и да, и боевые действия идут на нашей территории. Ну, разумеется, вы же понимаете, это все недолго. Там Красная Армия наносит контур-удары. Это, опять же, карта, как она есть. Я на ней подрисовал белым линию границы, чтобы было понятно. Голубеньким подрисовал реки. И Красным обвел линии ударов. Направление стрелки, направление ударов. Они на карте есть, просто для большей наглядности я их обвел. То есть, конечно, противник получает все, что он должен получить в ответ. Но именно что в ответ? Это контур-удар. А напали на нас. То есть, перед нами разыгрывается в рамках командно-штабной игры вот это самое вторжение немцев в Советский Союз и ответный, естественно, ответный контур-удар. То есть, то самое, о чем советские и постсоветские историки говорили 80 лет, но никогда не провели ни одного документа. Они все говорили, что мы никуда вторгаться не собирались, но готовились нанести сокрушительный контур-удар. Только следов его никто не видит, если планов никто не видел. А теперь их увидел Солонин. Солонин их увидел. И опубликовал. И опубликовал. Вот они перед вами. То есть, как я это дело нашел. Мы это опубликовали. Большой еще, как видите, на разворот. Военно-промышленный курьер. Это такой был еженедельник на бумаге. Такой солидный, очень консервативный. Редакция находится в помещении Алмаза-Антера. Вот, нашел я это дело, этот скан. И посмотрел на даты. Даты какие красивые. 22-28 февраля 2012 года. Ровно за 10 лет до того, как. Но я же не знал 10 лет назад, что это будет до того, как. Так вот, такая вот большущая публикация под названием «Неизвестная игра мая 1941 года». Подзаголовок, мой подзаголовок. Возможно, получен ключ к разгадке одной из самых главных тайн в предыстории Великой Отечественной войны. Вот тот самый план контрударом в ответ на германское вторжение, о котором все говорили, но никогда никто его не видел. А вот он и опубликован. Ну и что же, думаете, после этого было? В нормальной стране, в нормальной научно-исторической тусовке, в среде. Это была бы сенсация десятилетия. Были бы немедленно проведены конференции научные, общероссийские, международные. Было бы защищено с десяток диссертаций. Ребята, ну это просто новое. Это просто новый взгляд. Новый взгляд, новая картина событий. Оказывается, вот этот вот товарищ, вот здесь он трубку раскрывает. Вот этот товарищ, оказывается, готовился к немецкому вторжению и собирался только после вторжения нанести контрудар. А теперь расскажите вы мне, вы видели хоть одну публикацию по этому поводу? На любом языке. Русском, украинском, польском, английском, немецком. Я их не видел. Вы их, наверное, тоже не видели. И это все, это все, то, что должно было стать сенсацией десятилетия, превратилось в легкий пук в лужу. Для тех, кто в танке и тех, кто ничего не понял, еще раз поясняю. А сенсация и предметом научных обсуждений должна была стать не статья Кочегару Солонина. Сатью Кочегару Солонина читать-то незачем. Сенсацией являются документы, новые документы, которые формируют просто новую картину событий. Фонд, опись, лист, дело, все указано. Кочегар Солонин все фонды указал. После чего настоящие персональные стройки просто идут в архив, снова заказывают эти дела, да, и дальше уже проводят свои научные конференции. Ничего не произошло. Вспоминаем запрещенного и ныне изгоняемого Пушкина. Мы ленивы и нелюбопытны. Ну да бог с ним. А не хотят обсуждать, давайте мы это обсудим здесь. А на большущей карте, та, которая со секретной особой важности из Земля, единственная, которую я называю общевойсковой, то есть война на Земле, наклеен листочек. Вот с этого листочка мы начнем. Такой беленький листочек, на котором написано, сводочка, сколько сил у тех и сколько сил у тех. На фронте Буг-Сан. Что это значит в фронте Буг-Сан? Граница была проведена по реке Бугу, Белостокского выступа, то есть от острия Белостокского выступа, вниз по карте, то есть на юг, южный обвод Белостокского выступа, город Брест, который тоже на Буге. Дальше река Буга идет вниз, вниз идет на юг, на юг идет граница. И потом она уже в районе Львовского выступа превращается в границу, проходящую по реке Сан. Река Сан – это южный обвод Львовского выступа. То есть в переводе на военный язык центр и левый фланг Западного фронта и основная часть сил Юго-Западного фронта. Так вот, у Красной Армии здесь 104 дивизии, а у немцев 70. И это суперважно и суперинтересно. Почему? Потому что мы с вами только что обсуждали майский вариант плана, стратегического основного плана действия Красной Армии. Те самые майские соображения, так называемые соображения Жукова. Так там же у нас все было написано. Таким образом, я цитирую документ, майский план, таким образом Красная Армия начнет наступательные действия с фронта Чижов-Лютовиско силами 152 дивизий против 100 дивизий германских. Чижов-Лютовиско – это именно оно и есть. От остея Белостурского выступа до южного основания Львовского выступа. То есть предполагалось в Большой войне в Большой войне 152 советские против 100 германских, а в Игоре было 104-70. Если вы вооружитесь китайским калькулятором, вы видите, что полное соблюдение пропорций. То есть и те, и другие, и Красная Армия, и немцы начали операцию, а можете продолжили эту операцию, имея примерно, не примерно, а просто 70% от тех сил, которые в целом должны были развернуть. А что это значит? Это значит, обе стороны начали бывые действия, не дожидаясь завершения своего стратегического развертывания. И здесь уже начинает немножко так-то картина проясняться, что же, собственно говоря, разыгрывали и какую войну пытались моделировать. Еще раз посмотрим на так называемую общевоисковую карту. Вот ее фрагмент сблизи сфотографированный. Значит, это Львовский выступ. Белая линия, это я провел линию границы. Значит, где у нас Львов, это вот большая черная точка. Видите, там большая черная точка, которую я нарисовал, в нее воткнут флажок 6-я армия. Сориентировались, да? Сориентировались. Так вот. Какие-то у нас тут розоватые овальчики и желтенькие овальчики. Что это значит? Розовенькие – это стрелковые корпуса. Обратите внимание, они уже все абсолютно конкретные. То есть у каждого есть номер. Причем это реальные номера, реальных корпусов Юго-Западного фронта. Это оранжевая заливочка. А желтая заливочка – это стрелковые и механизированные, у нас в данном случае стрелковые корпуса резерва главного командования. Опять же, как мы с вами многократно видели, направлением главного удара – это направление Львов-Акраков, фронт, который выполняет главную стратегическую задачу Юго-Западный фронт. И, соответственно, большая часть резервов главного командования развертывалась там. в оперативной глубине Юго-Западного фронта, а в районе Шепетовки. Так вот, что во всем этом деле интересного. Интересно, уважаемые, то, что 31-й стрелковый корпус, движемся сверху вниз. Вот он. На самом верху нашей картиночки розовый кружочек. 31-й стрелковый корпус, 36-й стрелковый корпус, 37-й стрелковый корпус, уже на месте, уже у границы. И это нам дает очень ясный ответ на вопрос о том, что, да, кстати, 49-й, и 49-й там, где флажочек 26-й армии. А что это такое? 31-й, 36-й, 37-й, 49-й стрелковые корпуса, а также 55-й, который здесь просто не поместился, это так называемые глубинные, они так и назывались, глубинные соединения, глубинные дивизии, глубинные корпуса, это те соединения Йога-Западного фронта, Киевского округа, которые находились глубоко, за 200-300-350 километров от границы. Они должны были с началом развертывания Красной Армии выдвинуться к границе, выдвинуться на запад. О чем мы будем говорить дальше? В реальной истории это началось с 13-го июня и, прячась в лесах ночными лесными переходами, дневка в лесу, вот таким образом, мы подумаем, почему именно таким образом, они и выдвигались с границы, но выдвинуться до 22-го июня не успели. То есть, то, что здесь нарисовано, это, скажем так, реальная война, если бы немцы опоздали на неделю, если бы немцы начали не 22-го, а 29-го. Вот тогда бы 31-й, 36-й, 37-й, 49-й были бы уже здесь. И также ситуация по желтеньким, то есть, по стрелковым корпусам, то есть, пехота, по пехоте резерва главного командования, они тоже уже успели, они все уже здесь, они во втором ряду, в втором эшелоне, но в общем и целом они уже в зоне бывших действий. 33-й, 58-й, и там южнее Львова, 63-й, 66-й, 64-й. То есть, эта ситуация действительно плюс-минус 15-й, 15-й день после начала стратегического развертывания. Вспоминаем совершенно секрет на особой важности задание на авиационную игру, написанную и подписанную Василевским. 5-го некого условного мая началось выдвижение, а 20-го начали воевать. То есть, это очень интересно, это то, причем все абсолютно реальные номера, абсолютно реальные соединения, которые именно там, на этом театре и были. Вот тут бы они и оказались, еще раз повторяю, если бы в реальной войне немцы начали наступление где-нибудь 29-го, 30-го июня. А здесь они все уже здесь. Мехкорпуса совершенно настоящие, я их объел красненьким. Значит, что мы видим? Мы видим трех богатырей, в Советской Армии было четыре богатыря, четыре мехкорпуса, практически полностью комплектованные, и что особо важно, получившие штатное, как в шестом и четвертом, или близкое штатное количество так называемых танков новых типов, Т-34 и КВ. Мы про судьбу шестого мехкорпуса уже сказали, будем говорить дальше. Вот эти три богатыря Киевского округа. Четвертый мехкорпус, командующий товарищ Власов, тот самый Власов, это вот он рядышком со Львовом, видите, прямо от западня Львова, южнее его под флажком 26-го, 26-й армии, в полосе 49-го стрелкового корпуса, восьмой мехкорпус, и третий богатырь, 15-й мехкорпус, я всех красным обвел, он, видите, восточнее, восточнее Львова, восточнее Львова. Это три абсолютно реальных корпуса, далее все тоже совершенно реально, 19-й, он так и был, корпус в этом фронте под реальной войной, он был не здесь, он был не здесь, а 24-й, ну, скажем так, полудохлый, находясь только на начале формирования, он тоже оказался уже здесь, а что мы видим в районе Ковеля, в районе Ковеля 5-я армия, там 9-й мир корпуса Рокоссовского, он и должен был выдвинуться сюда, он и должен был сюда, в районе Ровно-Луцка выдвинуться, но не успел, а 22-й мир корпус, который здесь нарисован под флажешком 5-й армии, так и он и есть, то есть это абсолютно правдоподобно, это не просто правдоподобно, те самые соединения и на тех местах, где они должны были бы быть после завершения развертывания сосредоточения войск Юго-Западного фронта, что я вам подрисовал желтыми овалами, 5-й птабр, 1-й птабр, 2-й птабр, 4-й птабр, это временная отметка, это временная отметка, которая не дает ошибиться, вообще говоря, именно по этим птабрам я и понял, что я нашел, как только я посмотрел на эти птабры, я понял, что я нашел, решение о создании противотанковых отелерийских бригад главного командования, резерву главного командования было принято 26 апреля, номера совершенно реальные, именно вот эти, 1-й, 2-й, 3-й, он здесь не показан, не поместился, 4-й и 5-й, птабры были в составе Юго-Западного фронта, соответственно, эта картинка, ну, никак не могла быть нарисована раньше, 26 апреля, ну, а на самом деле раньше середины мая, потому что на 26 апреля только приказ наркома обороны о формировании птабров, ну, это не делается за день, это не делается за неделю, то есть временные привязки все совершенно понятны, все совершенно понятны, разыгрывается где-то в середине второй половины мая, разыгрывается война, которая, заметьте, у нас же в авиационной игре, это была дата 5 июля, то есть боевые действия по игре, фронологии игры происходят в июле, воюют совершенно реальные соединения юго-западного фронта, а почему же немцы-то, простите вы меня, на советской территории, и так хорошо, и так хорошо на советской территории, у нас нет никакого описания, у меня нет никакого описания хода этой игры, но у нас была та самая табличка, которая мне так ужасно понравилась, 104-70, то есть и те, и другие успели сосредоточить 70% своих сил, то есть это гипотеза, это моя гипотеза, этого нет в никаком документе, но мне представляется, что ход этой игры был такой, Красная армия, то есть главная команда приняла решение, начинается с стратегической развертной сосредоточения армии, войска движутся на запад, занимают все районы, которые им положены по плану, это продолжается 15 дней, что при этом делают немцы, несколько дней на оценку ситуации, спрятать такие перемещения невозможно, после чего немецкое командование принимает рискованное, но неизбежное в этой ситуации единственное возможное решение, то есть сделать то самое, что они и сделали в реальности, то самое, о чем мы говорили в третьей серии нашего цикла, то самое, что и произошло 22 июня. В 10 часов утра 22 июня подписана оперативная сводка номер 1 генерального штаба Красной есть, вот что есть, что они успели подвести, а учитывая лучшие развитые железнодорожные и шоссейные дорог на их территории, контролируя ими территорию Западной Польши, они это делают быстрее, и они, сосредоточив 70% имеющихся сил, переходят границу, начинают наступление с понятной задачей сорвать, сорвать планомерные разведанные Красной Армии и нанести удар тогда, когда она находится в движении, находится весьма, таком уязвимом состоянии. А теперь смотрим, что же по ходу этой игры, а другими словами, по состоянию мозгов товарищей Тимошенко, Жукова и самого главного товарища, что же при этом получилось. Значит, северный участок фронта, северо-западный фронт, ну, по политической географии Литва. Да, видите, я это вам показываю по так называемой авиационной карте, она просто более прозрачная там, подложка была лучше, все хорошо видно. Значит, что мы видим? Мы видим, что у немцев серьезнейшие успехи, здесь они у них самые большие, большие. Значит, начав наступление, надо полагать, с территории Сувалского выступа и севернее, они прорывают приграничное укрепление, а там было просто сотни дотов, медзотов, там уже строились укрепрайоны, они прорывают, доходят до Немана, до полноводного Немана, форсируют полноводный Неман на широком фронте от Каунаса до Дускиненкая, Каунас, похоже, они даже заняли, судя по расположению синей линии, синей линии это подвижение немцев, и доходят до пригора Вильнюса, а не в Лянтвейсе, это железнодорожная станция, пригора от Вильнюса, это подвижение где-то на 100, более чем 100 километров, очень серьезно, очень серьезно, ну, разумеется, понятно, что с ними будет дальше, но для начала вот так, вот эта вот картинка развития ситуации в Литве, в полосе Северо-Западного фронта, является еще одним, если они нужны, подтверждением того, что написано было во всех планах, во всех соображениях, записках и так далее, документальными данными о планах немецкого командования, генеральный штаб красный аэмини не располагает, не располагает, абсолютно не располагает, а в реальной истории, да, турецкая танковая группа, ГОТА, под командованием, ГОТА, именно так и наступала, от Сувалки на Вильню, но была же еще одна, была четвертая танковая группа, которая наступала из Восточной Пруссии на Шауля и дальше на Ригу, здесь этого вообще нет, ни об этой группе, ни об этом направлении, советская команда не подполагает, не догадывается. Еще большее расхождение с реальностью мы видим вот теперь здесь, когда мы смотрим на центр, на центр всего этого фронта. Главное, в реальной истории, в реальной истории главной ударной силы всей группировки, созданной для Барбаросса, это вторая танковая группа под командованием Гудериана, прикрытая самыми мощными авиационными частями, в частности, истребительная эскадра Мельдоса, 51-е, они наносили главный удар через Брест, Баранович и Минск, главный удар всей компании им, а здесь его нет, а здесь его нет, а здесь немцы продавили, заняли, естественно, Брест, приграничный город, и продавили километрах, там, на 40, до Кобрина, вот и все, вот и все. Далее, по мысли тех, кто разыгрывал эту игру, немцы зачем-то наступают прямо туда, в Полесские болота, между Брестом и Ковелем, Ветеринского, вполне заметное продвижение, хотя в реальной истории в полосе Брест-Ковель у немцев было всего две, всего две на 50 километров фронта, по прямой 50 километров, две пехотные дивизии, которые фактически выполняли задачу сковывания противника, главный удар они, конечно, наносили существенно южнее, но здесь главный удар идет через Луцк на Ровно-Дубно, что плюс-минус похоже, плюс-минус похоже на действия первой танковой группы, группы армии Юг. Здесь у немцев вполне, вполне осязаемые успехи, то есть они форсируют на приграничную реку Бук, они заняли Владимир Волынский, они подошли к Ковелю, Ковель, похоже, очень важный железнодорожный узел, Красноярин удерживает, Луцк они, похоже, что заняли, и развивают наступление на Ровно-Дубно. Вот такие их успехи, то есть если это все перенести на реальную войну, на реальную войну, Вильнюс немцы заняли утром 24-го, Луцк они тоже 24-го заняли, Ковелях вообще не интересовал, он как-то сам-сам с собой достался, потому что они в болото не лезли, основное наступление шло по линии Луцк-Брода, Дубно-Ровно и далее туда, на восток. Вот такая вот ситуация. Вот такая ситуация, дальше, конечно же, дальше ее громят, громят их, как видите, точно под той схеме, которая уже бесконечно, думаю, вам уже просто это надоело слушать, совместным концентрическим ударом левого фланга Западного фронта и правого фланга Юго-Западного фронта по сходящимся направлениям на Люблин. Вот. Ну, все видно с южного обвода Белостовского выступа через Брест на Белоподляску, 13-е армия наступает севернее от Бельск-Подляски и Брянск-Подляски на Люблин, а им навстречу наступает 6-я армия Юго-Западного фронта с Львовского выступа на Люблин-Замосте 5-я армия, армия Потапова через Ковель по прямой, почти по прямой идет на Замосте. В результате здесь, вот в этом вот районе между речи Буга, Вепша и Вислы противник окружен, раздроблен и разгромлен. А теперь смотрим, что у нас происходит на юге. Ну, у мы нам что-то очень сильно досталось, но логика понятна, двое дерутся, третий не лезь, а с 4 стрелки, как вы видите, с 4 сторон наносится сокрушительный удар, это группировка румызских войск, которая наглым образом проникла в советскую, недавно ставшую советской Буковиной, дошла до Каменец, Подольск уничтожается, но самое интересное, это Тарнов. то есть, наступление со стрия Львовского выступа в авангарде 8-й мер корпус, один из 4 богатырей, который в большой, реальной войне, в большом плане, в большом плане всегда было наступление на Краков-Котовице. Здесь оно гораздо короче, здесь стрелочка гораздо короче, и тем не менее, это наступление со стрия Львовского выступа на Запад предусмотрено даже в этом варианте. Даже в этом варианте крайне неудачного начала войны, в ситуации, когда противник опередил нас в разверт и не нанес первый удар, но тем не менее наступление на Краков, по крайней мере, в своей начальной фазе также начинается. Но одним словом, все получилось очень даже хорошо. А теперь осталось только подвести некоторые итоги. Еще раз. Обнаруженные документы свидетельствуют о том, что где-то 18-го, 20-го, то есть второй половине мая была проведена большая стратегического масштаба командно-штабная игра высшего командования округов фронтов Красной Ами с привлечением авиации, в которой разыгрывалась война как на земле с хлопотными войсками, так и в воздухе. Разыгрывалась такая ситуация, когда а. Советская армия начинает свое развертывание, б. Немцы, увидев это, стараются упредить ситуацию и наносят первый удар не до конца сосредоточенными силами, частью имеющихся универсил, падают большую частью, 70%, а с тем, чтобы сорвать плановое сосредоточение развертывания Красной Армии и нанести удар, когда она, Красная Армия, находится в движении. То есть, начинается война в чрезвычайно неудобном, неблагоприятном для Красной Армии ситуации, однако вы и в этой ситуации, отступив где-то на 100 километров, где-то на 50 километров, допустив прорыв противника на нашу территорию, Красная Армия сосредотачивается, приходят чувства, наносят сокрушительные удары и приносят и приносят боевые действия на территорию противника, там, Люблин, Замосте, Тарнув, это уже территория оккупирована немцами Польши. То есть, все получилось замечательно. Все получилось замечательно. Бояться нечего. Да, да, такая ситуация, когда немцы принят нас и нанесут первый удар, возможно, показала эта война, но никакой катастрофе, никакой катастрофе это не приводит. Такова моя оценка того, что видно на этих картах. Но она же никому неинтересна и не важна. Неизмеримо важнее, какие выводы из этой игры сделали товарищи Тимошенко, Жуков, Латутин и самый главный товарищ Сталин. Ну, хоть скоро про саму эту игру никто из советских и постсоветских историков не сказал ни одного слова, а то мы не знаем мнение товарища Сталина об итогах и сходе этой войны, этой игры. Единственное, что мы знаем, это то самое, что мы знаем уже 30 лет, что 30 лет все обсуждают, но никто не может подобрать никакого ключика. А мы знаем, почему знаем, потому что есть журнал посещения кабинета товарища Сталина. Мы знаем, что 24 мая 41 года, то есть хронология очень похожа на завершение этой самой игры, которая началась 18 мая. 24 мая 41 года в кабинете Сталина, кабинет Сталина просто переполнится. такого многолюдного собрания и такого собрания военных командного состава не было ни до, ни после, о чем неумолимо свидетельствует журнал посещений. Никогда столько народу военного там не собиралось. Что же за народ? 24 мая, кроме Сталина и Молотова, эти были всегда, Молотов всегда входил первым и выходил последним. кроме Сталина и Молотова там собрались наркома обороны Тимошенко, начальник генерального штаба Жуков, зам заместитель Жукова Ватутин, начальник главного управления ВВС, главный ПВС, красная имя товарищ Жигарев и командный состав всех пяти западных округов Ленинградского, Балтийского, Западного, Киевского, Одесского. Причем командный состав каждого из этих пяти округов был представлен тремя людьми. Итого 15 человек. Командующий войсками округа, ЧВС, член военного совета, то есть политический комиссар и командующий ВВС округа. Очень странная тройка. Ну, нормальная тройка, это то, что называлось словом военный совет. Командующий, начальник штаба и ЧВС, член военного совета, комиссар. Вот нормальная тройка. Но здесь собралась другая. Начальников штабов не было, а был командующий и командующий ВВС. Что, на мой взгляд, еще более делает правдоподобная гипотеза о том, что на этом совещании, том самом загадочном и никому непонятном совещании 24 мая, обсуждались именно, что результаты этой самой игры. По крайней мере, такая гипотеза представляется мне правдоподобной. Ничего об этом нет. Ничего об этом не вспомнил товарищ Жуков. Десять раз издавались его воспоминания, после смерти войны издавались. Но даже с того света он ничего об этом не вспомнил, и ни один советский историк ничего не проронил, и ни одного документа мне рассекрениваем найти не удалось. И когда где-то году в 10-м РГАСПИ Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории и бывший Архив СК КПСС рассекретил, опубликовал знаменитые особые папки Политбюро. Боже мой, какой был шум. Какой был шум особой папки Политбюро. Сейчас мы узнаем всю правду. В рассекреченных особых папках Политбюро про 24 мая какое-то совещание. Не какое-то, еще раз повторяю, такого по масштабу не было ни до, ни после ни одного мы не знаем, до чего они договорились, но мы совершенно точно, совершенно точно знаем, что они после этого делали. Вот что они все Сталин и коллективные Сталин после этого, после 24 мая делали. О чем мы будем говорить в нашей следующей серии, нашего бесконечного цикла. А сейчас чувствуем легкого удивления, что вы сейчас дослушали до этого места. Благодарю вас за внимание.